Вопросы развития торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций обсудил президент Казахстана Касым Жамартукаев с министром инвестиций Королевства Саудовской Аравии. Глава государства выразил признательность Саудовской Аравии за поддержку нашей республики на протяжении 30 лет независимости. Рад приветствовать вас и отмечу, что ваш визит является продолжением содержательных телефонных переговоров с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Мы говорили о будущем двух стран. Хочу выразить признательность Саудовской Аравии за поддержку Казахстана на протяжении 30 лет независимости. Мы уверены, что между нашими странами множество возможностей для продвижения сотрудничества, придания ему большего практического содержания. Поэтому мы с наследным принцем по телефону обсудили ряд будущих совместных проектов. База нашего взаимодействия станет более солидной. В этой связи мы приветствуем ваш визит и считаем, что с вашей поддержкой и вовлечением моей администрации мы сможем достичь реального прогресса в наших двусторонних отношениях. В свою очередь Халид Аль-Фалих выразил благодарность Касымжу Мартутукаеву за прием и передал слова приветствия от короля Сальмана бен Абдель-Азиза Аль-Сауда и наследного принца. Они подтверждают неизменную поддержку дальнейшему процветанию и благополучию Казахстана. Высоко оценивают проводимые реформы и лидерство страны в Центральной Азии, а также путь, который был начат 30 лет назад. На протяжении этого периода реализуется весьма прогрессивная политика, которая была заложена первым президентом Казахстана и сейчас получает продолжение под вашим мудрым руководством. Взаимоотношения Анкары и Нур-Султана находятся на высоком уровне. Об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Муставо Шентоп на встрече с главой государства. Стороны обсудили перспективы дальнейшего двустороннего взаимодействия. Президент Касымжмар Тукаев отметил важность развития сотрудничества между тюркоязычными странами. Никто не может точно предсказать, как будет складываться нестабильная ситуация в мире. Несмотря на это, отношения между нашими странами развиваются успешно. Сотрудничество Казахстана и Турции основывается на доверии и дружбе. Надеемся, что на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который состоится в ноябре в нашей стране, будет принят ряд важных решений, направленных на дальнейшее укрепление единства тюркского мира. Будем ожидать вас на этом саммите. 30 сентября президент Казахстана Касымжмар Тукаев и президент России Владимир Путин примут участие в 17-м форуме межрегионального сотрудничества двух стран. Мероприятие остается в онлайн-формате в Кокшетау. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уалим. По его информации, темой этого года станет сотрудничество в области экологии и зеленого роста. Участники дискуссии обсудят вопросы управления трансграничными водными объектами, проблемы изменения климата и охраны животного и растительного мира. По итогам будет подписан ряд документов, отмечает Берик Уали. Вместе с тем запланирована встреча глав государств. Ожидается обсуждение приоритетных направлений стратегического партнерства. Турецкие предприниматели смогут принять участие в инвестиционных проектах Казахстана в сфере транспорта, логистики, сельского хозяйства и туризма. Об этом договорились парламентарии двух стран. Председатель Мажелиса Нурлан Нигматуллин провел встречу со спикером Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом. Нигматуллин рассказал, что сейчас казахстанские депутаты работают над законопроектом о промышленной политике, которая откроет новые возможности для иностранных инвесторов, в том числе и для турецких компаний. На сегодняшней встрече мы обсудили большой круг вопросов двусторонних отношений, в том числе и укрепление межпарламентского сотрудничества. Мы будем активно взаимодействовать через парламентские группы по сотрудничеству, профильные комитеты, обмениваться законодательным опытом. Все это, несомненно, внесет свой вклад в укрепление дружеских, братских, партнерских связей между Казахстаном и Турцией. Казахстан является особым государством для Турции. Важная роль в становлении и развитии отношений двух стран принадлежит первому президенту Казахстана Ельбасе. И духовная связь, которая есть между нашими братскими народами, играет большую роль в укреплении нашего всестороннего сотрудничества. Продолжим выпуск. В Петропавловске часть автобусов не вышла на городские маршруты. Предприниматели вынуждены консервировать технику в автопарках. На это их спровоцировало отсутствие дизельного топлива на заправках. Сейчас интервал между автобусами увеличился до получаса. И людям зачастую приходится вызывать такси. Солярка дорогая и не везде ее найдешь. По вечерам ищем ее, где заправиться. Не на всех заправках. Везде по талону требуют. Цена билета какая должна быть? Ну, с такой зарплатой, с такой нынешней стоимостью солярки, то не меньше двухсот. Потому что невыгодно работать. 255 за литр солярки. За круг сжигается около 10 литров солярки. Вот сами почитайте. Павлодарские полицейские задержали автовора. 30-летний местный житель специализировался на краже зеркал с дорогих машин. За 10 дней он совершил не менее 6 краж. Похищенное хранил в подвале собственного дома. Подписывая каждый трофей на именование модели. Полицейские нашли 7 комплектов. Примечательно, что у самого задержанного есть автомобиль той же марки. На ней зеркала были на месте. Провалившийся в шахту лифт в Актау не был сдан в эксплуатацию. Грузоподъемник подключили временно по просьбе жителей дома. Два года назад компания, которая обслуживает городские лифты, заключила договор на поставку и монтаж кабин турецкого производства. И спустя год работы завершили. Документы передали застройщику. Он должен был завершить все процедуры по оформлению. Специалисты предполагают, что возможной причиной ЧП мог стать перегруз. На видео, которое опубликовано в сети, видно, что лифт покидают 6 взрослых и маленькие дети. Примерно всего 10 человек. Инцидент произошел в одном из жилых комплексов Актау в 17 микрорайоне. К счастью, никто не пострадал. Люди помогли друг другу выбраться наружу. Сейчас машина отключена. Они еще дом не достроили. Сюда поселили уже людей. И жители просят. Вот наверху, на 6-м, на 7-м этаже живут пожилые люди. Не могут спускаться, не могут подниматься. Ой, давайте включите, включите. Но это мы, вопреки закону, включили в эксплуатацию еще не сдан лифт. Документы у застройщиков, они от своего имени должны были подать заявление на регистрацию. Они этого не сделали. Зеленый статус у вакцинированных против ковид казахстанцев ваших будет сохраняться только в течение года. Об этом сказано в новом постановлении главного санврача страны Ерлана Киасова. Оно вступает в силу сегодня. Кроме того, теперь получившим первый компонент вакцины зеленый статус будет присваиваться на 21 день. И после этого, если гражданин не получит второй компонент, статус снова поменяется на синий. Мы на этом закончим. Немного позже вернемся. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова